Сегодня поговорим о контейнере для выживания. Это такой grab bag, который содержит оборудование для подачи сигнала бедствия и минимальное оборудование для выживания. Предполагается, что этот контейнер мы в случае экстремальной ситуации, если мы должны высадиться на спасательный плотик, мы его хватаем и берём с собой. Так же, как и запас воды для выживания, тоже берём с собой. Итак, что у нас должно быть обязательно упаковано в контейнере? Это рацион еды, 500 грамм брикет для выживания, 2 дымовые шашки, 4 фальшфеера, флюоресцин, это порошок, который ты распространяешь вокруг себя, вокруг лодки. Эвергрин маркер, который позволит спасателям увидеть район бедствия. Такой порошок остаётся вокруг лодки, в зависимости от погодных условий, от часа до пяти часов. Фонарик, нож, сигнальное зеркальце для подачи сигнала самолётом, одеялко для выживания, рация заряженная, солнечный крем и я беру с собой батарейки. Плюс такая вот небольшая аптечка с основными лекарствами от укачивания, антибиотики, обезболивающая и бинты. Это light stick, то есть палочки, которые, когда ты её сломаешь, там произойдёт химическая реакция, она действует в течение 12 часов. Кроме того, я беру с собой некоторые свои вещи, которые я считаю мне понадобятся. Зарядка для рации на всякий случай. Это strobe light, я его использовала, когда у меня был blackout на лодке, не работали никакие огни, я поставила такой вот strobe и меня было очень хорошо видно. Компас на всякий случай, я считаю, что это очень хорошо иметь на борту плотика. И перчатка для того, чтобы держать фальшфер. Всё это мы будем пломбировать вместе с контролёрами от Федерации парусного спорта, и потом наличие этих пломб будет проверяться на финишной линии. Мироин, мироин, мироин. Я думаю, что это лампы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok